Добрый вечер, О-5-2. Чем могу помочь? Здравствуй, Граут. Во время прошлого сеанса мне нужна была информация по поводу SCP-073, SCP-076-2. И его участие в МОГ Омега-7. Сегодня же меня интересуют другие члены данной оперативной группы. Например, SCP-105. Один момент. Объект номер. SCP-105. Класс объекта. Безопасный. Описание. SCP-105. Ранее известная под именем Айрис Томпсон является женщиной европеоидной расы. Согласно архивным записям, SCP-105 родилась в... году. И на момент постановки на содержание ее возраст составлял... лет. Волосы субъекта светлые, глаза голубые. Рост и вес на момент написания данного документа составляли 154 сантиметра и 50 килограмм соответственно. SCP-105-B. Фотоаппарат Polaroid One Step 600. Произведенный в 1982 году. У SCP-105-B не выявлено каких-либо аномальных физических свойств. Предмет, по сути, является нормальным фотоаппаратом, который штатно функционирует в руках любого пользователя. За исключением SCP-105. В руках SCP-105 любая фотография, сделанная SCP-105-B, перестает быть неподвижным снимком и становится достоверным изображением сфотографированного места в реальном времени. При этом SCP-105 способна просовывать фотографию руку и взаимодействовать с объектами, которые находятся в пределах досягаемости от места, где была сделана фотография. По свидетельствам очевидцев, на месте этот процесс выглядит как женская рука без тела, появляющаяся из невидимого портала, взаимодействующая с предметами и выполняющая действия. В руках других людей, как SCP-105-B, так и фотографии, сделанные им, не имеют каких-либо аномальных свойств. SCP-105 продемонстрировала ограниченную способность воздействовать на предметы посредством других фотографий, но наилучший результат достигается именно с использованием SCP-105-B. На сегодняшний день только работа с данным устройством позволила SCP-105 достичь заметных успехов в развитии ее способности. Зачитай приложение 3. Приложение 3. Послужной список в мобильной опер-группе Омега-7. В рамках инициативы шкатулка Пандоры в МОК Омега-7 Айрис наняли второй. В отличие от команды Авель, имевшей в составе SCP-076-2, в задачи которой входили ударные операции и захват, команда Айрис занималась в первую очередь разведкой и сбором информации. Совместно с комиссией Боу команда Айрис участвовала в более чем 20 операциях. Все они были проведены оперативно и без побочных инцидентов. Первое нарушение дисциплины со стороны SCP-105 было вызвано сменой направления деятельности команды с разведки на убийство. SCP-105 категорически не хотела применять свои способности с целью убийства, несмотря на то, что члены комиссии Боу неоднократно пытались склонить ее к сотрудничеству. В ходе этих событий SCP-105 испытывала сильный эмоциональный стресс и попыталась симулировать утрату аномальных свойств. Доктор Дантенсен подделал отчет, заверив в начальство, что SCP-105 следует перевести в класс нейтрализован, обработать амнезиаком и отпустить на свободу под систематическим наблюдением. Эта рекомендация была отвергнута. Вслед за этим доктор Дантенсен помог SCP-105 нарушить условия содержания с целью вывести ее из-под надзора фонда. Побег потерпел неудачу. SCP-105 возвращена на содержание. Последовавшее расследование установило, что действия доктора Дантенсена были нарочно спровоцированы SCP-105 с целью убедить всех, что она и правда потеряла свои аномальные способности. SCP-105 снова продемонстрировала аномальные способности в обмен на восстановление ограниченных привилегий. После того, как инициатива шкатулка Пандоры была свернута, все команды МОК Омега-7 были расформированы, а SCP-105 была переведена обратно в Зону-17. Ввиду угрозы безопасности, а также отсутствия необходимости применения, доступ SCP-105 к SCP-105-B был приостановлен. Этого достаточно. Скажи мне, Граут, слышал ли ты когда-нибудь об агенте ЭЭ? МОК Омега-7 до сих пор снится некоторым в кошмарах, но этого легендарного сотрудника не помнит никто, кроме меня. В базе данных фонда по-прежнему хранятся отчеты об инциденте 784 и записи из личного дневника агента. Кратко опиши мне содержимое дневника. Принято! 10 октября года магистр психологии Эдриан Эндрюс поступил на службу в фонд в качестве научного ассистента с целью мониторинга персонала Зоны-17 для выявления симптомов переутомления и ПТСР. На следующий день мужчина был назначен ответственным за проект по составлению психологического профиля SCP-076-2 после трагической гибели своего коллеги. Мистер Эндрюс решил воспользоваться хитростью и предложил SCP-076-2 сыграть в настольную игру под названием «Стратегуа». Согласно записям психолога, его идея сработала даже слишком хорошо, так как SCP-076-2, впечатленный игрой Эндрюса, зачислил его в МОК Омега-7. Протест психолога был отклонен, так как начальник участка счел это прекрасным шансом составить психологический портрет SCP-076-2. Запись от 27 октября описывает тренировки по физической подготовке и боевому искусству Кравмага, проводимый Авелем. Агент Эндрюс неоднократно упоминает их изнурительность и жестокость. Запись от 28 октября описывает финальный экзамен, заключавшийся в истязании и убийстве обездвиженного сотрудника класса D, проводимых под прямым руководством SCP-076-2, который остался неудовлетворен действиями агента и дал ему задание каждый день убивать по одной кошке, обезьяне или собаке, чтобы тот, цитата, «привык убивать». Запись от 31 октября подробно описывает первую боевую операцию агента Эндрюса, в ходе которой он первый раз встретил SCP-105 и был атакован враждебной сущностью, впоследствии ликвидированной SCP-076-2. Собственная беспомощность подкрепляет уверенность Эдриана в том, что ему не место в опергруппе. Запись от 19 ноября описывает операцию МОК Омега-7 в Шахтерском городке на окраине, целью которой была зачистка местности от зараженных неизвестным аномальным вирусом. В ходе операции команда использовала против зараженных нервно-паралитический газ, что привело к множественным жертвам среди гражданского населения, включая дюжину учеников начальной школы и их преподавательницу. Агент Эндрюс ликвидировал последнего зараженного с неестественной жестокостью. На основании имеющихся записей можно сделать вывод, что симпатия между агентами Эндрюсом и Мэддекс возникла после возвращения опергруппы в зону содержания с этого задания. Запись от 24 ноября описывает празднование Дня Благодарения, а также знакомство агента с SCP-073. Также приводится слова объекта, которые могут быть расценены как некоторое пророчество. Когда придет время, не сомневайтесь, делайте то, что должны. Я буду в порядке. В определенный момент, как уже было сказано ранее, доктор Дантенсен помог SCP-105 нарушить условия содержания. Задание по возвращению объекта обратно в учреждение фонда было поручено агенту ЭЭ и агенту Мэддекс. Операция прошла успешно. Объект была обнаружена в малолюдном аэропорту. Агент ЭЭ предоставил ей полароидный снимок механизма пистолета, с помощью которого он намеревался совершить самоубийство, что вынудило SCP-105 проявить свои аномальные способности. С этого момента записи из дневника начинают противоречить как официальным сводкам фонда, так и показаниям свидетелей. Считается, что агенты сопроводили SCP-105 до самолета и решили доставить ее до ближайшего учреждения фонда, которым оказался ел... Участок содержания 25. В это время SCP-076-2 отключил ошейник-детонатор и вышел из-под контроля. Это противоречит стенограмме переговоров между полевым командованием МОК Омега-7 и транспортным Лирджет-223 фонда, согласно которой SCP-076-2 назначил агента ЭЭ ответственным за постановку на содержание неизвестной аномалии. Впрочем, из официальных сводок нам достоверно известно, что практически половина оперативников МОК Омега-7 была убита SCP-076-2, а агент ЭЭ, рискуя своей жизнью и здоровьем, лично привлек SCP-класса Кетер с намерением завершить миссию по постановке на содержание. Эти действия привели к смерти агента Мэддекс и тяжелым ранениям самого агента ЭЭ, но позволили SCP-073 войти в область поражения SCP-0, который в это время буйствовал в помещениях фонда. Объект был ликвидирован посредством аномального эффекта SCP-073. Дата создания последней записи неизвестна. Агент говорит о потере чувства сопереживания и трудностям адаптации к потере конечностей, а также выражает желание поучаствовать в эксперименте с SCP-212. Конец дневника. А мы только начинаем. Знаю, мисс, ведь запрос агента ЭЭ на участие в опытах был удовлетворен О-5. Зачитай описание SCP-212 и его воздействие на агента ЭЭ. Принято. Объект номер. SCP-212. Класс объекта. Безопасный. Описание. SCP-212 представляет собой крупное медицинское устройство с тремя большими роботизированными руками. Руки содержат большое количество приспособлений, однако источник энергии и пространство для хранения приспособлений до сих пор не были найдены. Приспособления выдвигаются или задвигаются в руки при необходимости. Засвидетельствовано более пяти сотен приспособлений. SCP-212 сделан из пластика, стали и прочих бытовых материалов. При взаимодействии с живыми существами руки SCP-212 начинают быстро двигаться, чтобы захватить субъект и изолировать его. После этого SCP-212 начинает улучшать ткани. Этот процесс происходит очень быстро, но SCP-212 не использует какого-либо обезболивающего и не останавливает кровотечение. Процесс был описан одним из подопытных как мучительно-болезненный. В 47% случаев он приводит к смерти субъекта. На раны, нанесенные SCP-212, накладываются обычные хирургические швы и наносится химический материал для уплотнения, который полностью не изучен. Протокол улучшений SCP-212. Субъект. Агент ЭЭ получил несколько травм, приведших к ампутации всех четырех конечностей и извлечению селезенки, левой почки, правого легкого и левого глаза. Черепно-мозговая травма вызвана осколком микросхемы, проткнувшим череп и вошедшим в левую лобную долю головного мозга. Описание улучшений. Вопреки ожиданиям, SCP-212 не извлек осколок из мозга, вместо этого проведя 7 минут, анализируя схему различными линзами, зондами и сенсорами вместо очевидного заключения, что это инородное тело. После этого SCP-212 приступил к внедрению микросхемы глубже во фронтальную долю мозга, изменив ее сверхпроводниками. SCP-212 закончил операцию впрыскиванием неизвестного химического соединения, которое немедленно ввело субъекта в кому. Затем SCP-212 отключился. Никаких попыток по замене органов или конечностей не производилось, помимо обычной очистки. Состояние. По состоянию на... Субъект остается в коме. Чужеродная микросхема в мозгу увеличивается в геометрической прогрессии. Расчетное время завершения замены тканей мозга... Должен ли я зачитать документацию SCP-784-ARC? Будь так добр. Объект номер. SCP-784. Класс объекта. Нейтрализован. Описание. SCP-784 представляет собой останки агента ЭЭ, официально считающегося погибшим во время операции в лабораториях Прометея. Однако на самом деле агент выжил и был задействован в перекрестном эксперименте с SCP-212. Достаточно необычно то, что SCP-212 предпочел не исцелять тяжелые ранения агента, в том числе потерю всех четырех конечностей, и не удалять осколок микросхемы, застрявшей в головном мозге. Вместо этого SCP-212 интегрировал осколок глубже в мозг агента ЭЭ и затем произвел обычные манипуляции с органами. Упомянутый осколок микросхемы немедленно начал самовосстанавливаться и заменять глиальные клетки агента, не трогая, однако, нейроны. Заменив всю нейрологию, микросхема проделала несколько отверстий в черепе агента, целиком удалила теменную и затылочную кости и заменила их пластинами из армированного металла. После этого было объявлено, что агент ЭЭ погиб в бою, а он сам был реклассифицирован как SCP-784. SCP-784 состоит из двух компонентов. Биологический компонент включает в себя нейроны агента ЭЭ, его спинной мозг и отдельные участки черепа и позвоночника. В остальных тканях через некоторое время начался некроз и их удалили, чтобы не допустить распространения инфекции. Второй компонент представляет собой колонию наномеханизмов и имеет форму переплетенных стальных и кремниевых выростов, выходящих из затылка и позвоночника агента ЭЭ. Согласно наблюдениям, механическая составляющая SCP-784 может принимать множество различных форм, в том числе режущих инструментов, хватательных щупалец, интерфейсов для электронных устройств и наноассемблеров. SCP-784 способен разбирать и включать в сеть наномеханизмов любые кремниевые и металлические предметы, а также интегрировать в нее электронные устройства. Неметаллические предметы и предметы с кремниевыми включениями могут быть разобраны, но интегрировать их сложнее. Приложение от... После событий... Все останки объекта представляют собой 0,5 литра наноматериала, извлеченного из тела директора Валентайн. Что ж, хватит. Расскажи про инцидент-784. Как скажете, мисс. Однако, позвольте задать перед этим вопрос. Очевидно, что вы знаете насчет SCP-073, SCP-076-2, SCP-105, SCP-784-ARC, и про взаимосвязь между ними явно намного больше, чем ИИ-консультант. Почему вы решили воспользоваться моими услугами? Может, эта информация предназначена не для меня? Понятно. Альта Клефа указывает на то, что меры предосторожности по содержанию объекта были значительно снижены ввиду учреждения новой мобильной опергруппы под названием Delta-9 Шука Фейнмана. SCP-784-ARC планировалось передать командование над 12 членами команды во время операции по захвату и сдерживанию особо трудных объектов. Бывший директор Дженис Валентайн была назначена куратором проекта и является ответственной за ослабление условий содержания, сделанных ею в ходе переговоров с SCP-784-ARC. Достоверно известно, что директором Валентайн также руководили личные мотивы, главным из которых является технофилия. Несмотря на заверения доктора Лоренца о проведении служебной проверки, замдиректора Клеф не выявил никаких нарушений. Далее была проведена первая операция МОК-Дельта-9, прошедшая успешно с минимальными потерями. Удовлетворенная результатом, директор Валентайн сознательно пошла на физический контакт с SCP-784-ARC, что привело к нарушению условий содержания и инциденту 784. В этот же момент в другой части зоны 19 происходила более масштабная НУС, связанная с ликвидацией SCP-083-D, ответственность за которую несет доктор Кондраке. Как указывается в отчете замдиректора Клефа, директор Валентайн с несколькими серьезными ранениями была срочно доставлена в медпункт, в то время как МОК-Дельта-9 предприняла попытку поставить SCP-784-ARC обратно под содержание, но потерпела неудачу. Позже выяснилось, что объект, говоря простым языком, поменялся телами с директором Валентайн и покинул зону 19, в то время как бушующая стая наномашин под контролем мозга бывшего директора была ликвидирована доктором Клефом с помощью экспериментальной электромагнитной гранаты. SCP-784-ARC был полностью ликвидирован в Тоскане, Италия, вместе с напарницей-американкой, чья личность так и не была установлена. Ответственным за проведение операции был зам директора Клеф, серьезно пострадавший при столкновении с объектом. Благодарю, Граут. На сегодня мы закончили. Рад был помочь, мисс. Однако, если позволите... Полагаю, вы поняли, кем являлась убитая американка? Беатрикс Мэддокс. Использовали ее как козырную карту, чтобы контролировать Эндрюса. Умно. С помощью своих способностей объект вывел агента из комы, и они вместе покинули зону. Лишь две пули разлучили их. Однако, я по-прежнему не понимаю, что произошло после захвата SCP-105. Инцидент Zero. Так вы назвали то происшествие? Верно. Скажите, вам известно, что такое цветение? Никогда не слышал, Смотритель. И не должны были. О цветении знают только четыре смотрителя. О5-1, О5-10, О5-13 и я. Говоря простым языком, это кнопка сброса для Вселенной. При выполнении определенных условий, установленных самим цветением, можно начать все с чистого листа. Моя Вселенная изнашивалась, и совет О5 сделал единственный правильный выбор. Цветение было запущено. Я осталась единственным выжившим. Реальность перезапустилась, и все шло хорошо, пока не произошел Инцидент Zero. Вам достаточно знать, что цветение является точкой разделения между разными версиями вероятности. Само по себе цветение имеет гораздо большую бытийную стабильность, чем что-либо на планете. Поэтому мы поместили прямо поверх него SCP-2000. Оба были расположены в Йеллоустонском национальном парке, внутри супервулкана огромных размеров. Нам было известно, что он тектонически нестабилен. Поэтому приоритетной задачей стала дубликация защитных свойств цветения в каком-либо другом месте, что позволило бы либо переместить цветение, либо сделать его копию в более стабильной локации. К сожалению, эксперимент провалился. Вместо того, чтобы разделять параллельные вселенные, цветение начало стягивать их. Полагаю, не стоит говорить о том, что наложение одной вселенной на другую приводит к их взаимной аннигиляции. У нас было несколько часов для предотвращения коллапса реальности класса Зика. На задание было отправлено МОГ Омега-7, группа Айрис. Сама SCP-105 в операции не участвовала, по очевидным причинам. Все погибли, за исключением агента ЭЭ и агента Мэддокс. Нам неизвестно, что происходило внутри Йеллоустонской горы. Однако на месте происшествия были обнаружены SCP-073 и SCP-076-2. Вероятно, именно они предотвратили инцидент, несмотря на определенные последствия. Точнее говоря, произошел сценарий класса ТК, и наша временная линия была нарушена. События не выстраивались в линию, вещи произошли без причины. А на месте цветения появился шип, состоящий из материала, подозрительно схожего с мечами SCP-076-2. И ведь сначала мы ни о чем не подозревали, пока месяц спустя нас не оповестило О-5-10. К тому времени, ответственным за произошедшее, включая резню МОГа Омега-7, был признан SCP-076-2. А на фонд свалилось слишком много проблем, чтобы начинать расследование этого запутанного инцидента. С тех пор прошло 9 лет. Что сподвигло вас поделиться со мной данной информацией на текущий момент? Вам что-нибудь говорит словосочетание «Последняя надежда»?